Друзья, всем привет! В этом видеоролике мы с вами обсудим ситуацию на рынке по продаже новых автомобилей. Напомню, я оказываю услуги в поиске и покупке новых автомобилей от официальных дилеров на предмет скидки. Также помогаю купить автомобиль с учетом кредита, трейды, в общем, все то, что связано с покупкой новых автомобилей. На основании этого владею информацией, что происходит по рынку в целом. И с вами хочу прямо сейчас поделиться этой информацией абсолютно бесплатно, чтобы вы знали, на что стоит рассчитывать. Последний раз сюжет на эту тему выходил на канале в январе месяце. В феврале выпуска не было. И как вы думаете, изменилась ли ситуация на рынке на момент уже второй половины марта? Ответ не я. Тем не менее, есть что обсудить. Ребята, буквально 70 секунд спонсор выпуска, и после чего мы переходим к основной теме. Поехали! Когда я был студентом, практически каждую пятницу мы встречались с моими друзьями вечерочком, садились за большой стол и рубились до утра в покер, сегодня такой возможности нет. Потому что все мы уже взрослые дядьки и жены каждого по пятницам до утра играть в покер не отпускают. Но зато сегодня, где бы вы ни находились, в любой точке мира, вы можете сыграть в покер как на мобильном устройстве, так и на персональном компьютере. И такую возможность нам дает Gigi Pokerok. Gigi Pokerok – это лидер мирового онлайн-покера. Здесь играет в удовольствие в компании людей со всего мира. Вы поймите, что покер – это не глупая игра, а наоборот, высокоинтеллектуальная игра. И она качает мозг. Здесь каждый шаг нужно продумывать. Вы вспомните, сколько потрясающих фильмов снято про эту игру. Соответственно, рассматривайте игру в Gigi Pokerok исключительно как приятное времяпрепровождение вашего времени, как прокачка ваших мозгов, а не как способ дополнительного заработка. При регистрации вы получаете 11 долларов в подарок. Еще 100 долларов бонуса можно получить на первый депозит. Есть еще дополнительные бонусы, о которых вы узнаете, перейдя по ссылке в описании. Gigi Pokerok – отличная возможность и мозги прокачать, и нервишки пощекотать, и время в удовольствие провести. Ну и давайте начнем от обратного. Последний раз ролик выходил в январе, где я детально рассказал по каждому бренду, что продается в России, что происходит на текущий момент. В феврале выпуска не было. Почему? Ведь я изначально планировал такие выпуски делать каждый месяц. Да потому что в феврале ровным счетом сказать было вообще нечего. Вот тот ролик можно было скопировать, вставить и сказать, какая ситуация в феврале на рынке по продаже новых автомобилей. И там было все то же самое. Ситуация не изменилась никак. На сегодняшний день уже получается вторая половина марта. Ребята, в целом ситуация точно так же остается такой же. Я общаюсь с менеджерами, я общаюсь с дилерами, спрашиваю, ну что меняется. Местами где-то вижу, что меняется. У немцев цены постоянно, как продолжали расти, так постепенно и растут. У японцев, корейцев, отечественных производителей рост не так уже заметен. Сам факт того, что допустим, если вы хотите купить немца, наценка на них есть. На некоторые модели наиболее востребованные. Цены выросли, скидку вам на немцев сегодня сделают. Но сам факт того, что цена даже со скидкой будет гораздо выше, чем это было там год назад, полгода назад, ну и так далее. Реально цены растут. Что касается японцев. Вот даже сейчас я вам выведу на экран разговор с одним из зрителей канала. Послушайте. Димон, здорово. Слушай, если тебе интересно, я сегодня ездил в мейджер в Мазду по поводу CX-5. В общем, они когда узнали, что покупка будет за наличные, они мне предложили купить машину по прайсовой стоимости плюс 200 тысяч воздуха. То есть без какого-либо дополнительного оборудования. И также сказали, если вы хотите купить машину из наличия, тогда купите ее в кредит и с 3D. Если нет, тогда можете заказать. Если будете заказывать машину на покупку за наличные, то тогда она будет в августе. Если будете заказывать машину в кредит без допа, тогда она будет в июле. Вот. Также я позвонил в Рольф, знакомому менеджеру, на что он мне ответил, что покупка за наличные будет только с допом на 350 тысяч. В январе месяце я рассказывал о том, что ситуация с Митсубиси постепенно выруливается, что кое-где уже появляются скидки. В феврале месяце получилось так, что машину они постепенно распродали, но новые машины, которые приходят, продаются с наценкой. Соответственно, хочется купить тачку. Митсубиси абсолютно любую нужно купить по розничной цене, плюс ты, естественно, должен доплатить за допы. То же самое все происходит со всеми корейцами. С китайцами сейчас то же самое происходит. Вот здесь давайте обсудим с вами важный момент. Очень часто можно читать комментарии. Мыльный пузырь. Ага, нетерпеливые, надо подождать, нужно посидеть, подождать. Блондин, ты разводчик, ты нагнетаешь панику, мол, нужно бежать покупать. Не-не-не, так дело не пойдет, нужно ждать. Слышали про такое? И очень часто возникает вопрос у людей, слушай, ну вот подскажи, вот когда покупать-то сегодня, или все-таки подождать и купить завтра машину, завтра же будет лучше? Вот давайте я вам приведу такой пример. За последние 5, 10, 15 лет в нашей стране цены на автомобили, в частности, да, мы сегодня говорим только про машины, только растут. Соответственно, если год назад автомобиль, представляете сами себе эту машину, в определенной комплектации, предположим, стоил 2 миллиона рублей. До вируса, до пандемии, вам могли на него сделать скидку порядка 100 тысяч рублей, если мы говорим про японца, корейца. Плюс-минус это было так. Где-то чуть больше, где-то меньше, мы сейчас с вами рассматриваем просто живой пример. Соответственно, вы могли его забрать за 1 миллион 900 тысяч рублей. На сегодня такой же автомобиль, в такой же комплектации вырос в цене. И, как правило, это где-то 200, где-то 300 тысяч рублей, где-то еще больше. Все индивидуально. Соответственно, сегодня эта машина стоит 2 200, 2 300. Если вы придете к дилеру сегодня, как правило, абсолютно на все автомобили в этом диапазоне предлагают следующее. Вы покупаете по розничной цене раз, в лучшем случае вам скажут, купите просто каска и все. В лучшем случае вам его просто по рознице продадут. Скидку вам за наличку делать никто не будет. А если уж вам где-то сделали, ребята, это реально повезло. Соответственно, если даже предположить, что вы не стали покупать сегодня на этих условиях, а решили подождать, то там через месяц, два, три. Вот вопрос, через сколько? Невозможно на этот вопрос ответить лично мне. Потому что каждый месяц кормят завтраками серии. Да вроде бы вот уже становится лучше. Посмотрим, наверное, в следующем месяце начнем сливать. Месяц наступает. Ну, условия пока те же самые. И так вот я слежу. Последние шесть месяцев плюс-минус она так и происходит. На март каких-то там поддержек радиозных их нет. Ну, просто-напросто нет. Дожидаясь вот этого дня, когда вам скажут, да, мы вам сделаем скидку, вот машина стоит 2 300, которая стоила раньше 2, вам скажут 100 тысяч скидываем. Ты, о, ес, и что получится? Ты купишь ее за 2 200, хотя год назад, да, до вируса и до всего этого, ты мог его купить за 1 900. Дима, завтра будет на собрании по итогам февраля. Завтра будет известно, как будем торговать в марте. Ну, да, конечно, это розница плюс допы. Допов много, в зависимости от модели. Частья из-за того, что по коробкам жуткий дефицит, честно говоря, по ним просто нереальные наценки. Из-за того, что по Катаве нереальный дефицит, по ним тоже очень мощные наценки. По другим автомобилям, ну, более-менее, парапидам, кодиакам. В среднем парапиду допов тысяч на 120, в зависимости от комплектации. По кодиакам, в среднем допов тысяч на 150-200. Примерно так. По итогам прошлого месяца мы продали машины очень дорого, дороже всех в Москве, удельно на каждый автомобиль. И из-за этого мы не сделали план по продажам. У нас был план там, примерно 160 машин. Вот ли около 115-120, я могу в цифрах путаться. Но где-то в машин 30, до плана мы не добежали. И поэтому однозначно в этом месяце будем продавать дешевле, чем продавали до этого. Более-менее адекватные цены будут, когда план не будет выполняться значительно. Там не 30 машин, а на 50. Я думаю, что нормально, скажем так, посотрудничать можно будет, наверное, в апреле. В марте еще рановато машины покупать у меня. Правда. Будет очень дорого. В сравнении с рынком. А когда-то снежная комната копится, машин перестойных будет по наличию много. И поставка автомобилей будет большая. Потому что завод силы свои возобновил производственные. Тогда все. Начинаем, как говорится, отливать по полной. Брать премиум сегмент, когда машины стоили там 5 миллионов, стали стоить 7 миллионов. И при этом человеку все равно могут скинуть 500-700 тысяч рублей. Ну какая разница? Он покупает машину тоже сильно дороже. Хотя этому некоторые люди радуются, потому что знают, что завтра она станет еще дороже. И последний год ровно так и происходит. Люди приходят покупать там Kia, Hyundai. Им говорят, пожалуйста, розничная цена плюс 150-200 тысяч, наберите допов. Те, кто умудрился купить, например, Toyota RAV4 в кредит, в который накинули на 150 тысяч допов, да, в виде там страховки жизни, но при этом дали человеку возможность взять там шины, еще что-то, преподнеся это как подарок. Люди этому довольны. И когда начинаешь высчитывать, думаешь, блин, ну на сегодняшний день это плюс-минус еще норм. Потому что бывает так, что человеку просто вкинули страховку там на 150-200 тысяч и не дали больше ничего. Мне часто пишут, действительно, люди по разным маркам. Очень часто хотят купить Крету, Селтас, Киа, Рио, Солярис, Шкоды, весь модельный ряд за исключением Суперба, Мазда очень часто спрашивают. Друзья, я очень часто уже даже не отвечаю на эти письма. Почему? Ну, потому что я снимаю ролики, где с вами делюсь реально полезной, открытой информацией. Вот на сегодняшний день я вам говорю, что ну нет на эти автомобили скидки. Соответственно, если вы залезете на Автору и увидите, ну как же нету, вот оно висит объявление, моя машина, которую я хочу, у дилера стоит миллион на сайте, а тут вот за 850 тысяч. Это, вот, внимание, вот такая вот тема происходит. Абсолютно вот такая тема. Про это можно даже отдельный ролик снять, что на Автору все цены указаны уже с учетом кредит, трейдин и так далее. То есть это тупо замануха. И про это я лично говорю уже третий год. Постоянно об этом рассказываю. Тем не менее, люди заходят плюс-минус ориентируются на эти цены. Не нужно этого делать. Позвоните дилеру, спросите, сколько будет стоить желаемый автомобиль за наличку. Вот тогда-то сразу вы получите реальную цену. И отмечу, что все-таки 5% из 100 счастливчиков есть. Кто такие счастливчики? Те, кто, допустим, в Москве купил Kia, к примеру, K5, реально без наценки, без допов по розничной цене. Такое встречается. Бывают люди присылают. Я в первую очередь не верю. Говорю, это все развод. Не может такого быть. Люди присылают договора, расчеты. И действительно смотришь, если как бы человек ничего не утаивает, ну, по цифрам все сходится. Бывает такое, что по регионам люди пишут, что нашли машину у себя, озвучивают условия, которые им назвали, озвучивают условия по кредиту, присылают, я так бывает смотрю, сверяю и понимаю, что в целом действительно хорошее выгодное предложение в отличие от Москвы. Потому что в большинстве же как? В Москве-то полно дилеров, большая конкуренция и кажется, что у нас 1-2, а там их много. Наверняка кто-то более выгодное предложит. И так всегда, в принципе, и было. Ну, чаще это было. Сейчас, в принципе, бывает так, что возле дома куда выгоднее купить, нежели чем ехать в какие-то крупные города и в частности в Москву. Интересная ситуация происходит с Hyundai и их сервисом, где была возможность покупать автомобили онлайн. Пишет мне один человек, что слушай, Димон, такая ситуация. Недавно покупал Hyundai Creta для своей жены и купил ее через этот сервис и купил ее просто по розничной цене. Без наценок все прошло гладко. Тут назначился покупкой Hyundai Solaris для работы. Хотел купить, а потом выясняется, что теперь через этот сервис можно покупать автомобили только в кредит. Я не утверждаю, поэтому посмотрите, сверьте информацию, просто я этим сервисом не пользуюсь. В идеале это брать кого-то, кто хочет купить и с ним же снимать вот живой пример, как это происходит и делать все по-честному, чтобы вы, в первую очередь, не расценили это как скрытую рекламу, что как это все удобно, все классно, а чтобы просто показать, работает оно или нет. Согласно отзывам людей работало, то есть покупали, люди приезжали к дилерам, забирали, говорят, дилеры, конечно, там не очень довольны были, но сам факт того, что человек покупал. Сейчас же сделано, что только через кредит. Почему? Да потому что с кредитом, ребята, возможно, что? Оп-па-на, да? Во-первых, кредит это по-любому каска, во-вторых, кредит это по-любому можно накидывать помощь на дороге, юридическое сопровождение, можно накидывать страховки, жизни, финансов, много имен. И вот сегодня отличная возможность коснуться темы вторички. Буквально полгода назад один из моих реальных друзей выложил автомобиль на продажу и попросил меня сделать пару репостов в моих социальных сетях. Автомобиль был 2015 года, куплен он был в 2016 году, это была Audi A3 с пробегом небольшим, я сейчас не помню точно, там что-то около 28 тысяч километров. Они покупали ее там за миллион 160 или 260, а продавали ее на 100 тысяч дороже. И когда я это опубликовал, сказал, что вот срочно продается машина, очень много людей просто накинулось из серии, ля, как возможно, мошенники, все, ты глянь, смотри, купили пять лет назад машину, а сегодня продают ее дороже, чем купили. Друзья, вот вопрос теперь, вот сейчас, теперь понятно, что и на вторичку цены тоже растут. Вы зайдите, посмотрите, даже сколько стоит ваш автомобиль сегодня, на вторичке, почем их примерно продают. Когда растет рынок на новый автомобиль, автоматом в цене растут и вторичка. Я покупал автомобиль свой за 1 миллион 700 тысяч рублей с пробегом 36 тысяч. Сегодня он стоит, тут я специально заходил, смотрел, плюс-минус, во-первых, их очень мало с таким пробегом, в такой комплектации, плюс-минус 1 миллион 900. Вот средняя цена, 1 миллион 900-2. Я думаю, что плюс-минус за 2 бы она ушла, потому что мне сейчас люди пишут, которые говорят, типа, я готов ее купить. Я говорю, если продавал бы, то за 2. Факт, машину я не продаю, просто озвучу вам для того, что готовы люди купить. Соответственно, очень многие этого не понимают, почему та, что вторичка тоже в цене растет. Факт в том, что она выросла. Радоваться этому не стоит, если вы вдруг видите, что ваша машина в цене выросла. О, все, поднялся, разбогател. Нет, потому что машины другие точно так же в цене растут. Соответственно, ты продал ее за 2, другую машину ты купишь тоже дороже. Сейчас также набирает популярность распространенный обман с указанием цен на официальном сайте. Так, у некоторых производителей можно зайти, увидеть машину в определенной комплектации, и цена будет написана, для примера привожу, миллион семьсот. Посмотрите, неплохо, миллион семьсот. Естественно, это будет где-то сопровождаться мелким шрифтом, что это цена от, при условии выполнения ряда условий для этой акции, когда вы придете к дилеру и скажете, ну вот у меня миллион семьсот, наличка хочу купить. Вам скажут, нет, дорогой, два миллиона она стоит. Вопрос, почему? Объясняют, что это уже при условии кредита, это уже при условии трейдина и так далее. Какие-то еще дополнительные приблуды могут придумать. Соответственно, казалось бы, официальный дилер, официальный сайт, ну вот так уже поступают, для того, чтобы визуально вас кормить вот этими привлекательными ценами. То же самое, как это происходит сейчас со ставками по кредиту. Их все снижают, снижают, снижают. А там старая песня о главном, что ставка низкая при условии финансовой защиты. Когда вы ее берете, пересчитываете, получается так, что ставка все так же высокая. И сюда добавлю, потому что это важно. Ставка, допустим, одни рассказывают, 5,5, там 6, 7 процентов. Вы возьмете финансовую защиту и получится так, что вы взяли по ставке 8, 10, 11. Это выгоднее, чем это было раньше, когда на таких же условиях вы взяли бы и ставка была бы, допустим, там 14, 16 процентов. Но вы не забывайте, что когда вы сегодня берете деньги, допустим, в банке на покупку автомобиль, автомобиль в цене тоже вырос. И, соответственно, вот эта вот низкая ставка, она вам по большому счету какой-то выгоды реальной не даст. Ранее выходил на канале ролик про ипотеку, вот прям рекомендую посмотреть, потому что там хорошие расчеты. Прям можно по ним же также и машину посчитать, когда что, сколько стоило, какие были ставки. И вы поймете, что ни хрена никакой выгоды нет. И прежде чем мы закончим, давайте с вами постараемся ответить на самый главный вопрос. Что делать, если машину все-таки хочется и нужно покупать здесь сейчас? Частое письмо. У меня есть полтора миллиона рублей, соответственно, машина, которую я хочу купить, выросла в цене, так еще и дилер навешивает допы, пытается разводить. Ценник озвучивает. Миллион девятьсот, два миллиона. Я на это не готов. Что делать, что будет дальше? В общем, ребята, здесь на самом деле все банально и просто. Первое. Вы идете и смотрите автомобиль на вторичке. Альтернативный вариант двух, трех, четырех годовалый. В общем, смотрите вторичку. Второй вариант. Вы сидите и ждете в надежде на то, что вот завтра рынок наполнится. Когда это будет завтра, неизвестно, что машин станет больше, соответственно, вам просто смогут его продать. Либо по розничной цене, либо с какой-то плюс-минус дополнительной скидкой. То бишь, вы там заберете его не за миллион семьсот, а за миллион шестьсот, миллион шестьсот пятьдесят. И это уже будет для вас хорошо. Надеяться на то, что цена упадет очень сильно, не стоит вообще. Я прям гарантию даю, потому что ну не будет такого. Никогда такого не было, а сейчас, в 2021 году, вдруг так получится. Нет, этого не будет. Ну и третий вариант. Это искать по всей стране, потому что рассказывают, что в регионах бывает вариант такой, что по рознице готовы, а дать в Москве не готовы. В общем, прозванивать Россию, искать автомобиль, и где будет наиболее выгодное предложение идти покупать здесь сейчас. Тем самым вы окажетесь уже с автомобилем. Кто-то берет тачки для работы, кому-то они действительно необходимы. Факт в том, что сегодня дилеры продают машины с наценками, ситуация никак не меняется, они зарабатывают, мы же с вами должны за новый автомобиль переплачивать, либо не покупать. Тема глубокая, разглагольствовать на нее можно долго. Я надеюсь, что в этом ролике я донес до вас полезную информацию и самое главное донес до вас реальность, что сегодня на рынке продажи новых автомобилей ничего кардинально в пользу потребителя не изменилось. За исключением некоторых автомобилей, которых очень мало. Большая часть самых востребованных автомобилей продается сегодня по рознице, плюс на оценка, либо обязательно покупка доп. оборудования, в общем, все то, что приводит к увеличению цены. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канала, потому что там всегда выходят свежие новости по каналу, что будем снимать, когда выйдет ролик. Вы заранее можете высказывать ваше мнение, тем самым принимать участие в роликах, давать от вас полезную информацию. Обязательно пишите в комментариях, что вы купили за последний месяц, чтобы люди увидели, какая ситуация была. И постарайтесь написать это объективно и честно, не так, что купил тачку Kia Riva с хорошей скидкой, откуда скидка взялась, как взялась, расскажи, распиши, чтобы всем было понятно. Тем самым твой комментарий будет полезен. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментариях. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok